Лада Христенко Сегодня у нас вторник, 5 сентября, соответственно 517 лоскутный эфир. И сегодня мы с вами продолжаем тему сборки лоскутных блоков из прямоугольных треугольников. Краткое содержание двух предыдущих эфиров в 515 и 516 лоскутном эфире мы с вами разбирали сборку блока из прямоугольных треугольников и соответственно квадратов по сетке 4 на 4 квадрата. Ну, поскольку уже сентябрь и наступает золотая осень, то конечно же сегодня мы будем собирать с вами золотые листья. И золотые листья мы будем с вами собирать по сетке 5 на 5 квадратов. Не буду утомить вас долгими ожиданиями, давайте сразу перейдем к делу. Сегодня мы сошьем вот такой блок. Как вы видите, раз, два, три, четыре, пять квадратиков. 5 на 5 вот такие листья. Это еще не окончательно оформленный блок. Ну, или он может выглядеть вот так. Или еще как-то иначе. Ну, или даже может выглядеть вот так. Посмотрите, здесь вот это вот ухо листа немножко повернуто в другую сторону вот это. Получается немножко другой листик, который отличается вот от такого. То есть, в принципе, они родные братья, но только вот такие разноцветные. И когда вы собираетесь создать лоскутное одеяло из таких блоков, да, или, скажем, сделать сумочку или подушечку. Подушечка особенно хорошо зайдет, как я понимаю. Или, ну, какую-то вещицу. Мы должны с вами сначала посчитать, какого размера у нас будет блок. И, в принципе, на какие размеры мы с вами находим. С этой целью я рекомендую вам воспользоваться квадратами 10 на 10 сантиметров. Ну, во-первых, начнем с своей мысли, что у вас дома есть какие-то ткани. И, скорее всего, тканей этих может быть не так уж и много. Значит, хочется вот в листик что-то очень даже цветного такого яркого, желтого, красного. Может быть, темно-зеленого даже, вот зеленоватого. Может быть, что-то добавить. Значит, где это можно взять? Во-первых, есть вот такие наборы. Они называются 33 муара. Здесь квадраты по 10 сантиметров. И в этом наборе этих квадратов 33. Ну, вы посмотрите, как раз есть те цвета, которые нас очень сильно интересуют. Это различные оттенки зеленого, да. Различные оттенки буро-коричневого и различные оттенки красного. И даже различные оттенки. Вот оранжевый, желтый есть. Ну, то есть богатенькое такое содержание. Почему в основном оранжевый, желтый? Ну, понятно, потому что у нас листья. Ну, а почему голубой и серый? Ну, две причины. Во-первых, если у нас листья вьются в небе, как правило, осеннее небо, когда погода ясная, оно такое голубое. Вот голубое-голубое, даже иногда безоблачное. В нем очень красиво смотрятся желтые оранжевые листья. Ну, а если это дождь и листья падают во время дождя, они, как правило, падают на мокрый асфальт. Мокрый асфальт – это у нас, конечно, синенькое такое, буренькое. То есть более темный фон может быть. Он может быть иногда черно-зеленым. Сейчас вот вам постараюсь найти вот таким. Ну, то есть каким-то темным. Ну, еще есть вот у нас квадраты черно-белые вот такие. И здесь тоже очень много интересных для вас вариантов, да? Для фона, вот для фона, на который падают листья вот сюда. Ну, и есть еще набор творческий всякий, там, есенинские квадраты и так далее. Они цветные, более пестрые. И здесь тоже можно себе что-то интересное найти. Ну, прям сверху лежит квадратик, да? Посмотрите, какой интересный. Он прекрасно подошел бы вот куда-то вот на такой вот листья. Ну, а сейчас давайте перейдем к расчетам. Смотрите, вот у нас блок. Если мы его внимательно рассмотрим, то мы видим следующее. У нас есть квадраты, ну, так называемые диагональные. Посмотрите. И, как правило, это квадраты, где оранжевая полоска. То есть присутствует оранжевая и серая диагональ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь таких квадратов у нас. У нас есть, посмотрите, тоже восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь квадратов ярких. Ну, назовем их условно оранжевые, да? У нас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь квадратов серых. Ну, или какого-то у вас фонового цвета. Допустим, серо-голубой или серо-черный, там, или серо-коричневый, может быть. И у нас есть вот такой квадратик с диагональкой посередине. Это у нас ножичка вот этого листа. Вот она, видите, да? Значит, давайте начнем по порядку. Как собрать вот такие вот, ну, назовем это диагональные квадраты. Эти диагональные квадраты собрать очень просто. Есть такой очень-очень простой прием. Вот смотрите, вот у нас, допустим, два квадратика 10 на 10 сантиметров. Мы эти два квадратика складываем лицевыми сторонами друг к другу. Кстати, хочу вам сказать, что вот у серой ткани, как правило, есть вот такая сторона, то есть лицевая. И, как правило, есть изнанка. Если вы посмотрите внимательно, вот кое-где, посмотрите, кое-где я работала по лицевой, а кое-где работала по изнанке. Это не ошибка. Я специально переворачивала ткань на изнаночную сторону, потому что это дает игру, такую игру фона. Если вы хотите, чтобы фон был углы однотонным, а, как правило, это неинтересно, то, конечно, вы вправе воспользоваться тем, что у вас есть вот лицевая сторона и изнаночная сторона. Итак, что мы с вами делаем? Мы с вами складываем два квадрата, серый фоновый и оранжевый этот цвет листьев, или бордовый, или любой другой, какой вы хотите. Я вам сейчас показываю на макете, а после этого мы все это сделаем, конечно, вживую. И на швейной машинке аккуратненько с припуском 6 миллиметров, а такой припуск у моей машины, я с каждой стороны строчкой с длиной стежка примерно 2,5 миллиметра аккуратненько прошиваю этот квадрат. Конечно же, мы с вами смотрим, чтобы стороны оранжевого и серого квадрата были аккуратнейшим образом совмещены. После того, как я прошью здесь, здесь, здесь и здесь, уже никаких рисуночков я не делаю, просто при помощи линейки и ножа на лоскутном мате я разрежу вот так. И разрежу вот так. И я вас уверяю, у меня получится вот такой квадратик. А теперь поговорим, какие же размеры будут у нашего квадрата. Я вас не буду томить, размеры этого квадрата в сборке будут 5 на 5 сантиметров. Но давайте сначала разберем, почему. Потому что, возможно, вы захотите воспользоваться квадратами немного другими, поэтому давайте смотрим. Итак, у нас с вами тетрадка в клеточку. Вспоминаем школу и вспоминаем теорему Пифагора. Ну, для начала. У нас с вами квадрат 10 на 10 сантиметров. Мы с вами прошили с каждой стороны с припуском 6 миллиметров. Соответственно, квадрат у нас, вот эта вот серединка в прошитом виде, будет составлять минус 1,2 и минус 1,2. Ну, два раза по 6 миллиметров. То есть, у нас будет квадрат 8,8 умножить на 8,8 сантиметров. После того, как мы этот квадрат разрежем, а здесь вы видите теорему Пифагора. Вот у нас гипотенуза, а вот у нас катеты, да? Видно? Какой размер квадрата будет у нас в разрезе, вот этого вот диагонального квадрата? Это все очень просто. 8,8 в квадрате равно 2 умножить на х в квадрате. Теорем Пифагора. Правильно? Соответственно, 8,8 в квадрате. 8,8 умножить на 8,8. Получается у нас 77,44. Это вы можете не писать, я вам просто объясняю. Дальше мы эти 77,44 делим на 2. То есть, находим квадрат катета, да? Получается 38,71. 38,71. И из этого 38,71 извлекаем квадратный корень. Получается 6,22. Квадратный корень из 38,71 равно 6,22. Ответь на наш вопрос. Вот такой квадратик из квадрата 10,10 с припуском у нас получится в раскрои квадратик размером 6,2 см. Ну и, соответственно, дальше мы знаем, что у нас припуск по 6 мм с каждой стороны. 6,22. То есть, получится 5,02 в готовом виде вот такой квадрат. Ну, естественно, что сотыми долями сантиметра мы в данном случае можем пренебречь. Есть способ попроще и покороче. Смотрите, он менее точен, но тем не менее. У нас 8,8. А корень из 2, это 1,41. То есть, 8,8 разделить на 1,41. Этот способ покороче просто. Получается 8,8 делить на 1,41. 6,24. Ну, чуть менее точно, но тем не менее. 6,24. Соответственно, у нас вот эти квадраты получаются в раскрои 6,2. И, конечно же, мы с вами должны выкроить квадратик для блоков без диагоналей тоже размером 6,2 см. Вот они такие будут в раскрои. Соответственно, в готовом виде 5 см. Как по цвету раскладывать? Ну, посмотрите, вот здесь вот обычно я встречаю такой цветовой расклад. Вот 2 диагональки и квадратик между ними. Вот 2 диагональки и 2 квадратика между ними. Другого цвета уже, да? Вот 2 диагональки и 3 квадратика между ними. Вот 2 диагональки и 2 квадратика между ними. Все остальное фон и вот ножка черенок. Ножку черенок можно делать просто по диагонали. Это вы квадратик разрезаете. Квадрат вот этот берите стандартный 6,2 на 6,2. И вот сюда вставляете диагональку размером ширина полоски 2,5 см. И в этом случае у вас получается вот равняхонько столько, сколько нужно. Можно это сделать аппликативно, можно нашить. Но здесь уже вот я всегда вшиваю, потому что это лоскутная мозаика. Итак, первый вариант. Оранжевый, темно-оранжевый, еще более темно-оранжевый, бордовый. Есть масса других вариантов. Например, лист начинает краснеть с конца. Красный, темно-оранжевый, более светло-оранжевый, почти что желтый и желто-зеленый. Вы можете придумать себе еще 100 вариантов. Посмотрите, вот здесь вот этот лист совершенно фантазийный получился. То есть здесь у нас есть, но все цвета, обратите внимание, они теплые. Вот даже где встречаются тут вкрапления синего, все равно тут очень много красного. То есть посмотрите, оранжевые, зеленые, бордовые, бордовые, зеленые, светло-зеленые. То есть вот такой вот лист, честно скажу, смотрится более живым он. То есть более вот таким интересным. Поэтому, миксуя различные вот такие вот квадраты, вот у нас фоновые могут быть белые, да. Здесь по три квадрата каждого цвета. Могут быть вот такие вот фантазийные. Здесь очень много всего интересного. В частности, вот тканюшку сейчас вам покажу. Я не знаю, кто эту ткань выпустил, но она меня смешит до сих пор. Сейчас, не могу достать. Вот, смотри. Вот она такая вот. Такая тут какая-то ужасная тканюшка. На ней тут какие-то карты. Она серенькая и очень хорошо подходит на фон. Сейчас давайте вернемся к порядку сборки. То есть перед тем, как собирать вот такой лоскутный блок. А собирается он быстро, я вас уверяю. Сначала где-то на горизонтальной поверхности. На любой дощечке, картонке и так далее. Лишь бы она была 25-25 сантиметров примерно. Ну или 30 на 30, да. Мы с вами выкладываем квадраты. Смотрите. Начинаем вот с этого угла. Он серенький. Потом выкладываем две диагональки. И между ними выкладываем вот этот квадратик сплошной. Снова две диагональки и два квадратика сплошных. Две диагональки, они уже вот так вот расположены. Посмотрите. И три квадратика сплошных. Два квадратика сплошных. Две диагональки. И хвостик я это называю. Все остальное мы с вами закладываем серыми треугольными, серыми квадратами, извините. Вот примерно такой порядок сборки, порядок выкладки. А теперь порядок сборки. Смотрите, я все расскажу, а потом покажу. Мы сначала собранный узор положим возле швейной машины и начнем сшивать, так же, как я в прошлый раз вам показывала в прошлом эфире. Первый ряд со вторым, вот так вот сворачивая квадратики и не отрывая иглы. Сейчас все покажу. Когда мы сошьем первый ряд, не разрезая ряда, мы сошьем третий столбик с первыми двумя столбиками, потом четвертый, а потом пятый. У нас получится цепочка квадратов сшитых в сетку. Эту сетку мы разгладим, мы загладим. Здесь квадраты в одну сторону, а здесь квадраты в другую сторону. Здесь снова сюда вправо, здесь снова влево, сюда снова вправо. И эти ряды стык сошьем между собой. Кто хочет, стыкует при помощи булавочки. Кто уже руку набил, просто стыкует пальцами, потому что вот этот стык, он всегда чувствуется. Сейчас давайте времени терять не будем, перейдем в мастерскую и вот по этой вот схеме сошьем. То есть мы сначала с вами в мастерской сделаем вот так, потом разрежем и вот по этой схеме мы с вами сошьем наши с вами листья. И вот мы с вами переходим к работе в мастерской. Накладываем два квадратика, прошиваем их по всем четырем сторонам аккуратненько, очень ровненько, с припуском 6 миллиметров. Здесь нитку можно отрывать, как вы понимаете. И сейчас мы этот квадратик разрезаем. Раз по диагонали и не сдвигая два по диагонали. И наши с вами получившиеся квадратики, вот фокус, разворачиваем. Можем проглаживать руками, если у нас нет утюга по какой-то причине. Или прогладить вот так утюжком. Вот что у нас получилось. И сейчас мы начинаем с вами выкладывать. Начинаем с угла. Вот у нас первые зубчики и один квадратик. Вот вторые зубчики и два квадратика. Сейчас будут третьи зубчики. Обратите внимание, другое немножко направление и три квадратика посередине. Дальше два квадратика посередине. И зубчики, посмотрите, пожалуйста, тоже внимательно, в какую сторону. Вот они у нас ножка. И теперь заполняем оставшееся поле серыми фоновыми квадратиками. Смотрите, я их миксую. Тут такие серые, тут другие серые. У меня здесь три цвета. И еще серый цвет один я переворачивала на лицевую и на изнаночную сторону. Вот что у нас с вами получилось. И теперь сложенный макет, как видите, мы сшиваем. Сначала мы сшиваем первый и второй столбик между собой, не отрывая нитки. То есть у нас получается цепочка квадратов или так называемые флажки. Ну и ясно, что после того, как мы сошьем первый и второй столбик, мы ко второму столбику будем пришивать третий точно таким же образом. Вот, посмотрите. Потом к третьему четвертый и к четвертому пятый. Здесь все совершенно очевидно. Вот что у нас получится после первого этапа. Смотрите, видите, сшиты столбики между собой. И сейчас мы ряды с вами будем складывать между собой. Мы их утюгом загладим. И будем сшивать. Кто начинающий, через иголочку стыкуем шовчик. Ну, а кто уже шил, кто уже пробовал так шить, тот понимает, что вот пальчиками, вот во всех следующих случаях, смотрите, я пальчиками прямо шов чувствую, складываю, да? И вот так вот аккуратненько прошиваю. То же самое. Сшиваем первый и второй столбик, потом второй и третий и так далее. Получается у нас с вами вот такая картинка. Конечно, утюг сначала утюжим через влажную марлю, потом досушиваем сухим утюгом. Теперь перед стежкой, посмотрите, вот у нас фотография кленового листа. И мы сейчас аналогично пытаемся нанести линии стежки. Стегать не буду, предупреждаю честно, стегать уже будете сами. Ну, вот такие вот линии мелом, смываемым маркером, там можно сухим мылом все это. Вот я сейчас наношу линии стежки. И вот по этим линиям стежки я примерно и буду стегать. Да, вот, красоту навели. Еще немного красоты. Да, вот, вот, вот. И вот еще, да. И сюда еще. Все, все, остановились. Краткое резюме нашей сегодняшней беседы. Итак, мы с вами сшили лоскутные блоки в виде кленовых листьев. Эти лоскутные блоки могут быть очень-очень-очень разнообразными. И вот таким образом они шьются. Это далеко не все. Потому что в следующем эфире мы будем с вами шить похожие, но немного другие. Посмотрите вот на фото листья. Они немного другой формы, хотя в принципе тоже шитье по сетке. Почему я эти листья вынесла в отдельный эфир? Потому что там мы с вами начинаем создавать шаблоны. То есть вырезать и создавать шаблоны. Здесь мы с вами шили при помощи квадратов. Вот они у нас, да. Я просто очень вам рекомендую. Это вот не запредельные деньги. Вот такой набор квадратиков, вот такой стоит, по-моему. Боюсь соврать. 290 рублей вот Муара стоит, да. Ну, это все у нас есть в лоскутном магазине. Ссылочка на лоскутный магазин здесь. Техника сборки по сетке. У нас есть в уроке начальной школы. Это у нас блоки из прямоугольных треугольников. Те, кто у нас еще не учится в начальной школе, пожалуйста, приходите. Хотя бы закончите началку, начальную школу. Почему? Потому что вы получите навыки создания выкрик нормальных лоскутных. правильные сборки. То есть, понимаете, это установка. То есть, вот это называется поставить руку. Ну, вот кто музыкой занимался, наверное, понимает, о чем я говорю. Я не занималась. Я не занималась. Но мои все подруги по школе занимались. Надо просто руку поставить. Начальная школа дает именно базовые приемы и базовые техники. Я вам честно скажу, что вот эти базовые техники, они процентов 80 вообще всех нужных вам навыков покрывают. Потому что средняя школа – это уже различные 3D-модели, различные техники 3D, более сложные аппликации и так далее, там коллажи и так далее. А здесь вот именно классика лоскутной мозаики – это всего 4 модуля. Каждый модуль стоит пока еще 6,480. Ну, конечно, цена будет повышаться, все понятно, как бы. Но если вы берете первый модуль, то все остальные модули вам будут по этой же замечательной цене 6,480. Ну, и еще, конечно же, не забывайте, что здесь можно делать стежку. И стежку можно делать как машинную, так и ручную, например, тамбурным швом. Ну, например, да, будет очень красиво. Ну, это уже, так сказать, изыски. Главная наша цель сегодня достигнута. Мы с вами собрали вот такой лоскутный блок 5 на 5. Ну, и сколько же он будет в готовом виде? 5 на 5 – 25. Правильно. А вот пока он у нас не собран, он у нас будет 26,2 сантиметра. И вот из таких блоков вы можете собирать, как какие-то отдельные вещи. Ну, например, сидушки на стулья прекрасно заходят. Очень красивые сумки получаются, если дополнить вот этот блок еще чем-нибудь. Лоскутные сумки. Это можно нашить на рюкзак. Ну, вот у меня нашит на рюкзак. По весне были нашиты тюльпаны, да? Ну, можно нашивать вот такие вот листья. То есть красиво их скомпоновать, допустим. И, конечно же, можно делать подушки различные. Это могут быть какие-то фрагменты одежды. То есть вы можете даже лоскутную куртку шить вот с такими вот листьями. Вы можете там на спину, допустим, какой-то куртке такую листь нашить. Ну, то есть вариантов, как говорится, миллион. Поэтому на сегодня мы заканчиваем. В следующем эфире у нас будет тоже кленовый лист, но немножко другой, повторюсь. Еще раз вот этот вот. У меня на сегодня все. Всем удачного дня. Приходите к нам учиться в Академии лоскутного шитья. На канал можно подписываться здесь. Ну, вот. И можно подписываться в Дзене. В Дзене поспокойнее все-таки, потому что мы не знаем, что будет с Ютубом. Ну, не знаю. Поэтому в Дзене канал есть. Ссылочка тоже вот. Приходите, ждем вас. Ну, и, конечно, да, курс ремесло. Ссылка на курс ремесло. Вот она внизу в время, как сказал товарищ Ленин, учиться, учиться и учиться. Поэтому, если вы начали лоскутное шитье, продолжайте и приходите к нам учиться правильно по проверенной базовой методике у автора девяти книг по лоскутному шитью Ирины Юрьевны Мухановой. На сегодня все. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»